Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами разбавим обзорные видео и займемся домашними делами. Покажу вам, что готовила на этой неделе. Как всегда, это будут простые блюда из подручных продуктов, которые практически у всех есть дома. Поэтому чего-то сверхъестественного в этом видео точно не будет. Но хотя некоторые интересные рецепты я все-таки решила проверить. От приготовления домашнего творога у меня осталась сыворотка. И сыворотку я никогда не выкидываю. Мне ее очень жаль выкидывать, потому что это прекрасный продукт, на основе которого можно готовить различные вкусняшки. И в этот раз я решила приготовить большие блинчики на сыворотке. Они всегда получаются более пористые. А сыворотку я оставила при комнатной температуре чуть-чуть подогреться. Можно также подогреть и в микроволновке. И добавляю немного разрыхлителя. Все ингредиенты я всегда беру на глаз. И по рецепту, который я находила в интернете, необходимо было добавить молоко. Но у меня оставались вот такие молочные йогурты. Это, точнее, молочный напиток фрутоняне, который Соне не очень понравился. Поэтому я решила добавлять его в различную выпечку. И сюда же выливаю целую пачечку и все тщательно перемешиваю. Когда консистенция стала у меня однородной, разбиваю туда яйца. И все также тщательно взбиваю до однородной текстуры. Сахар я тоже насыпала на глаз. И потом еще добавила пакетик ванилина, чтобы блинчики получились ароматные. Теперь добавляю муку. Не скажу точное количество муки, сколько я добавила. Но довела тесто до той консистенции, до той кондиции, которая необходима для приготовления больших блинчиков. Все тщательно перемешиваю, разбивая все комочки муки. Ну и, конечно же, добавляю растительное масло. Примерно ложки 4-5 столовых. Все тщательно перемешиваю. Добавление растительного масла в тесто позволяет не использовать масло потом на сковороде. Все при жарке я только первый раз смазываю сковородочку маслом, а потом масла не добавляю. Ну и начинаю печь блинчики стандартным способом. Ничего в этом неделе сверхъестественного нет. Кстати, блинчики переворачиваются довольно хорошо. И знаете, у них слегка необычная текстура. Они получаются пористые, но в то же время слегка пышненькие. И кислинки от сыворотки практически не чувствуется, потому что она сбалансирована с сахаром, а также ванилином. Ну и в итоге вот такое количество блинчиков у меня получилось. Очень вкусные, нежные. И, кстати, был вопрос, не отвалилась ли у меня птичка от колпака, который я делала. Нет, друзья, этот клей-поксипол держит все прекрасно. Далее нужно было приготовить Соне супчик. Супчик я решила готовить на основе крупы кускус. У меня была в запасе крупа готовая смесь. Не помню, заказывала на каком-то из сайтов. И эту смесь я решила добавить в суп. Нарезаю меленько картошку и отправляю все в кастрюльку. Заливаю водой, довожу до кипения и снимаю пену. Пока картошка у меня варится, нарезаю мелко лук для зажарки. Отправляю лук в сковородку с небольшим количеством растительного масла. И к луку добавляю нарезанную морковь. Все тщательно пассерую, чтобы лук у меня стал полупрозрачный. Но морковка стала чуть помягче. И эту зажарку я отправляю в бульон. И вот таким образом выглядела смесь вот этого кускуса вместе со специями. Я просто все высыпаю в кастрюльку. И когда у меня суп закипит, я добавляю тефтельки. Так как я готовила дне на мясном бульоне, то тефтельки сюда бы дойдут просто прекрасно. Для большей пикантности можно еще добавить специи. Это я добавила лаврушечку. Знаете, действительно суп приобретает интересную такую нотку. И в итоге по вкусу он мне понравился. И понравился этот суп из сонни. Конечно, я не добавляла каких-то специй типа перца. Но если готовить для взрослых такой суп, то можно добавить какой-нибудь остринке. В морозилке нашла остатки фарша с рисом, которые у меня оставались от голубцов. И решила сделать тыквенные беточки. Разморозила рис с фаршем. И натерла на крупной терке свежую сырую тыкву. Также нарезала мелко сырую луковицу. И все тщательно перемешала, доведя это до однородной консистенции. Немножко присолила. И из этой смеси начала формировать маленькие котлетки. Делать это лучше всего слегка влажными руками. Тогда они формируются очень хорошо. Каждую котлетку я еще дополнительно обваляла. В муке можно использовать и панировочные сухари. Но у меня их под рукой не было. И обжариваю на сковородке до золотистой корочки. Котлетки получаются очень сочные и нежные. Вообще люблю добавлять в мясные блюда тыковку. Прям очень мне нравится это сочетание. Ну а далее решила поэкспериментировать. В инстаграме довольно часто в ленте у меня мелькал вот такой способ приготовления яиц пашот именно в половнике. Я вообще люблю начинать утро, завтракать яйцами. Поэтому решила проверить этот способ. Необходимо половник смазать растительным маслом хорошенечко. И потом разбить туда сырое куриное яйцо. Предварительно я поставила кастрюльку с водой на огонь, чтобы вода закипела. И вот половник нужно чуть-чуть опустить в воду, но не до конца, не погружая его полностью. А для того, чтобы под действием тепла яйцо начало схватываться. И когда оно чуть-чуть схватится, потом уже можно полностью окунать половник в кипяток. И тем самым яичко-желточек прямо запечатывается внутри. Интересный способ. И таким образом я сварила два яичка. Выглядят они, конечно, очень красиво. Желточек я оставила таким мягеньким. Посмотрите, получается ровная форма круга. Конечно, нужно прилагать больше усилий. Подольше время приготовления занимает этот способ. Но эффект мне понравился. Сверху посыпала пряными травками с солюшкой. И посмотрите, какая красота получилась. И еще один вариант яичного завтрака. Это, конечно же, омлет. Омлеты люблю я. И Соня у меня очень сильно их любит. Поэтому довольно часто мы с ней омлеты готовим. В принципе, сначала все делается, как всегда. Берутся яйца. Все тщательно взбивается до однородной консистенции. На глаз наливаю молоко. Добавляю специи. И продолжаю все тщательно взбивать. И решила еще натереть плавленый сырок. Почему-то захотелось попробовать именно сырный омлет. Натираю сразу вот в эту емкость свою салатничку. Тоже все тщательно перемешиваю и жарю омлет, как обычно, под закрытой крышкой. Ну а для того, чтобы прибавить больше витамина к омлету, конечно же, зелень. Нарезаю мелко укропчик и посыпаю все сверху. Кстати, еще специи добавила. И вот такой омлет у меня в итоге получился. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас полезным. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok